Нашли недорогую акриловую ванну? Не спешите радоваться. Вполне возможно, что она всего лишь покрыта тонким слоем акрила. А в качестве её основания выступает совершенно непрактичный АБС-пластик. В эксплуатации АБС-пластик, он менее долговечен. То есть быстро желтеет. Ванна может сама по себе поменять форму. Потребитель со временем может увидеть мелкие трещины на самой поверхности ванны. Чтобы распознать сомнительный пластик, принюхайтесь. Учуяли резкий химический аромат? Плохо. Первоклассный акрил запаха не имеет. Переходим к толщине среза. Помните, бортик – самое плотное место в ванне. Чего не скажешь о стенках. Если срез у бортика 3 мм, то толщина стенок всего 1 мм. Это может быть недостаточно. Выбирайте ванну с толщиной среза не менее 6 мм. Теперь выясните у продавца, чем укреплены стенки вашей избранницы. Если смесью стекловолокна и стирольной смолы плохо, такая ванна может выделять вредное вещество – стирол. Гораздо лучше полиуретановый уплотнитель. Он экологичнее. К тому же создает так называемый эффект термоса. С ним вода практически не остывает. У ванны, которая армирована стекловолокном, остывание воды происходит на 1 градус в течение 17 минут. В ванну, которая усилена полиуретановым композитом, остывание воды происходит в течение 42 минут. И, наконец, дно. На него приходится самая большая нагрузка. Поэтому хорошо, если оно будет усилено деревянной прослойкой и металлической рамой. Будьте уверены, такая ванна не боится времени и водных процедур.